Здравствуйте! Избирательная кампания 2014 года подходит своему завершению и время подводить определенные итоги. Что обращает на себя внимание? Несмотря на то, что страна в этом году вроде как вышла на новый демократический путь развития, мы видим все старые, прежние, черные технологии использования очернения кандидатов и использования черного пиара. Мы сегодня говорим с фаворитом избирательной гонки в Приморском районе Сергеем Киваловым о результатах этой избирательной кампании 2014 года. Сергей Васильевич, по итогам этого процесса, что бы Вы могли сказать? Черные технологии использовались против Вас, очернение Вашей кандидатуры использовалось сплошь и рядом со стороны Ваших кандидатов. Как Вы оцениваете их действия и, собственно, почему это происходило? Как Вы думаете, как я могу оценивать черные технологии? Конечно, это мерзко. Никогда такого еще не было. В 1998 году, когда я впервые шел на выборы в Верховную Раду, тогда тоже админресурс откровенно работал против меня. Но все равно одесситы тогда оказали доверие именно мне. А сегодня, я вспоминаю, когда же еще было такое, во всяком случае не помню. Не помню, потому что весь админресурс сегодня работает против меня. Сегодня милиции из Киева дают конкретной команды найти хоть что-то против Кивалова. Вы знаете, я думаю, что после 26-го выборы закончатся. И жизнь будет продолжаться. Но наши приезжие, которые приезжают сюда на несколько дней, им вообще неинтересно мнение одесситов, они, как правило, собираются после этого, уезжают с нашего края. Я думаю, что одесситы – это тот народ, который знает, кто что сделал. Одесситы знают, как оценить того или иного кандидата. И я уверен, что вот именно черными технологиями их не обманешь. Потому что они сегодня рвутся в Одессу. Потому что они знают, что после Киева единственный, сильный, мощный регион остался – это Одесский. Здесь порты, здесь сколеснулись финансовые потоки. И для того, чтобы завоевать этот регион, они тратят десятки миллионов. Я подчеркиваю, десятки миллионов гривен, долларов. И посмотрите, кто рвется сегодня в депутаты. Один, который вообще не имеет никакого образования. Начально, и то, наверное, в коридорах ходил. Другой – просто болтун и крышует наркобизнес. И для него только одно, чтобы пройти в Верховную Раду, чтобы и там заболтать все. Третий, еще недавно, находясь в земельной комиссии, делал все для того, чтобы украть у одесситов землю. И они еще говорят, что могут что-то сделать, да будучи депутатом городского совета ни разу не выступить, ни разу не сказать, ни дать никакие предложения. И сегодня, говорит, я пойду в депутаты. Я сегодня буду заниматься децентрализацией. Он это слово, наверное, заучивал целую неделю и потом на плакате их написал, эти слова. Если вы у него спросите, что это такое, он даже не представляет, что это такое. В них вкладывают огромные миллионы, вкладывают, чтобы только они прошли. Для того, чтобы потом отбить те 50 миллионов, которые вроде бы якобы государство им задолжало. А как он будет отбивать? Никто ему не отдаст их. И поэтому все идет к тому, чтобы не допустить Кивалова к выборам. Но я знаю, как ко мне относятся одесситы. Избирать сегодня тех временщиков, которые сегодня приехал, завтра взял чемодан и уехал, у которых семьи находятся за рубежом. И жены, и дети, и внуки находятся там. Они имеют особняки. Им что, интересно то, что происходит в Одессе? Они будут когда-то реализовывать или предлагать какую-то социальную программу для одесситов. Да им наплевать то, что происходит в нашем городе. Им наплевать то, что сегодня творится в нашем обществе. Они просто временно и не скрывают это, цинично не скрывают это. Вы знаете, что я независимый. У меня даже квартиры нет. Меня ничего не связывает с Одессой. Собрался, уехал. Вот такие люди пытаются прийти во власть. Логически возникает вопрос, для чего они идут во власть? Ну, для того, чтобы деребанить. Для того, чтобы деребанить землю. Для того, чтобы деребанить порты. Для того, чтобы укрепиться здесь. Собрать, обмануть людей и потом уехать. Мы проходили это. Одесситы мудрый народ. Они знают. И те, кто вырос в этом городе. Те, кто проявил себя. Тот, кто что-то сделал. Ну, наверное, они и дадут соответствующую оценку. Я глубоко убежден, что такие лжепатриоты, которые сегодня пиарятся на патриотизме, и те кандидаты, которые сегодня рвутся к власти, за свою жизнь не построили даже собачьей будки. А если и строит какой-то скелет, то он не может довести до конца и не рассчитал свои силы. Они пиарятся на предприятие, которое давно обанкротилось и не может настроить те объекты, которые сегодня у нас на берегу моря. И они пытаются еще убедить одесситов, чтобы их избрали. Ну, на кого вообще рассчитывают, я не знаю. Одесса, она воспринимает тех, кто что-то делает, кто любит Одессу, кто любит сердце, а не тот, кто приехал, ухватил, украл и убежал сразу за рубеж. Но они привыкли действовать радикально, с другой стороны. Вот анализируя недавние заявления ваших оппонентов, в том числе и бывших, они заявляли о том, что физически вам в том числе не дадут попасть в Верховную Раду. Мало того, будут судиться, несмотря на то, что даже если вы выиграете с огромным отрывом, что вполне вероятно. Что вы им ответите на это? Какие вы намерены действия предпринимать для того, чтобы дестабилизации в Одессе не произошло? Вы знаете, я никого не боюсь. Я на протяжении многих лет уже прошел определенную школу. И меня не запугать именно этим. Они пугают. Их горско, их меньшинство, их 20-30 человек, которые ходят, пугают, ездят на БТРах, рассказывают разные сказки. Закончатся выборы, и они все будут привлечены к ответственности за то, что они творили именно сейчас. Нет той силы, которая может сегодня меня запугать. Ведь я вырос здесь. Я состоялся как руководитель, как политик именно в Одессе. Я прошел хорошую школу. Меня одесситы научили. Кто они такие для Одессы? Кто они такие? Чистые жулики и мошенники, которые с экранов телевизора обещают все, что угодно, лишь бы его избрали. Вылезли на волне Майдана, и, собственно, до этого никто и не видел. Если это патриоты, пусть бы поехали туда, на восток, и показали свой патриотизм. А они боятся, они боятся выехать с этого города. Они боятся одесситов. Ведь, вы понимаете, он сначала регистрируется как кандидат, а потом снимается. И говорит, вы знаете, ну я вот снимаю в такую-то, такую-то пользу. Ну что это? Это что, детский сад какой-то? Ты, если пошел в парламент, ты, пожалуйста, доводи это все до конца. А ты думаешь, что за тебя кто-то проголосует. Ну не проголосует за таких людей, не проголосует за моих оппонентов, потому что они не сделали ничего для Одессы, для страны нашей. И вы знаете, пугать меня, ну это бесполезное дело. Достаточно у меня авторитета и уважения у одесситов. Я хорошо знаю, как работает правоохранительная система. Я хорошо знаю, что такое международные институты и как они реагируют на фальсификацию выборов. Я это хорошо знаю. И неоднократно докладывал о результатах выборов и в парламентской ассамблее Совета Европы, и в Венецианской комиссии, и в многих других международных инстанциях. Поэтому рассказывать, что мы будем судиться, даже если одесситы изберут меня народным депутатом. Кто они такие? Они не знают, что такое вообще право. Они не знают, что такое государство. Они знают, что сесть на БТР и приехать и попугать. Люди уже не боятся тоже. И все здоровые силы сегодня направлены на то, чтобы был в городе мир и спокойствие. Все здоровые силы направлены, чтобы в нашем регионе процветала экономика. В нашем регионе должна быть стабильность. И мы это сделаем. Самое главное, мы знаем, как это сделать. И пытались меня пугать. И по вопросам, когда я поднимаю вопросы, связанные со вторым маем, той трагедии, которая произошла. Ну пугают. Каждый день пугают. Или пугают той статьей, которую я написал. И когда четко писал и сказал, что может произойти, если не предпринять те или иные шаги. Но я же не отказываюсь от этой статьи. Я не построил ни одного казино. Я не построил ни одного ресторана. Я не построил никаких жилых комплексов, где мог бы получить миллионы. И одесситы это знают. На мой взгляд, единственный вариант, который они могут предпринять, это осуществить провокацию в день выборов. У нас, у журналистов, уже есть определенная информация о том, что возможны. Возможно, учитывая их риторику в отношении вас, учитывая их решительность в отношении вас, и радикализм, к которому они привыкли в этом году, не исключено, что они могут осуществить элементарно вброс бюллетеней от вашего имени. Это часто происходит на выборах различных уровней. И просто не исключаем мы, журналисты, что это может повториться и в этот раз. Что вы намерены предпринять? Какой у вас есть план «Б» в случае, если это начнет происходить? Вы знаете, у нас очень жесткие санкции в уголовном кодексе предусмотрены за фальсификацию выборов. Если они хотят пойти на 8 лет в тюрьму, то пусть попробуют это сделать. Сегодня не то время, когда можно беспредельничать и делать все то, что они хотят. Сегодня Украина выбрала свой путь, путь европейский, и мы проголосовали именно за путь развития нашего государства. И, знаете, десятки, тысячи международных наблюдателей будут смотреть именно за этим процессом. А к Одессе приковано особое внимание, в том числе и со стороны ОБСЕ, в том числе со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы, и многих других международных институтов, которые отвечают именно за это. Я знаю, что я иду по мажоритарному округу. Я подчеркиваю, не по спискам, а по мажоритарному округу. И мажоритарщик должен работать в первую очередь именно в округе. И отвечать должен перед своими избирателями. Не в Киеве отвечать перед чиновниками, а перед своими избирателями. И все, что мы делаем, это делаем для блага нашего города, для блага нашей страны. А особенно то, что касается вот этих социальных проектов, о которых мы с вами уже неоднократно говорили. И в дальнейшем буду то же самое делать. И один из первых законопроектов, который буду поддерживать и разработаю, это закон о лишении депутатской неприкосновенности. И не все могут работать там. А когда не будет депутатской неприкосновенности, тогда все встанет на свои места. Вот когда я берусь за какой-то законопроект, я его всегда довожу до конца. Выдержки вам и терпения. Спасибо. Спасибо.